Всем доброе снежное утро! Смотрите, какая у нас красота на улице сегодня! Я Никиту в садик когда собирала с утра, и говорю, Никиточка, там снег пошёл! Он такой довольный побежал на улицу. Красиво как, надо выходить фотографироваться. Всё с таким снежком, прям настроение повышается, когда на улице так святое и хорошо, когда это всё не тает. Хотя, слышите, капли небольшие, окно открыто, мне кажется, слышны капли, всё-таки уже тает. Но говорят, что будет холоднее, может быть, всё не растает, может быть, всё-таки полежит немножко. Такая красота вообще! Гулять надо идти обязательно сегодня. Вот у нас под окном прям уже капает. Сейчас пришёл дедушка, забрал детей гулять, взял Стёпу на коляске, как обычно. И я говорю, да возьмите вы санки, там снег такой большой. Ни в какую не соглашается. Нет, нет, он у них не уснёт. Я говорю, да вы в этой коляске даже не проедете. Он говорит, нет, нет, не надо. И в итоге вышел сейчас эту коляску, задом пытается дотянуть, да, хотя бы на детской площадке. Я выглядела, как, может, вам всё-таки санки дать? Нет, нет, не надо. В общем, у меня теперь идея, что нужно нам срочно санки и коляску. Потому что все санки дедушка не берёт, а на коляске он просто не может по таким супромам проехать. Если февраль будет такой, я лучше сейчас как раз в детском мире распродажу на эти санки, куплю коляску такую. Миша, кстати, отказывается перчатки свои надевать, варежки, которые у него новые. Ни в какую не надевает, но зато соглашается, которые в фикс-прайсе мы взяли. Вот их соглашается надевать полосатые. А ещё я Мишке сегодня надела шапочку, которую в прошлом году Никите покупала. Он говорит, ой, у меня новая шапка из бомбончиков. Вот такой довольный. Хотела добавить по поводу новой туши ещё отзыв. Она мне не понравилась. Я тогда подумала, что она какая-то слишком обычная, да, вроде она стоит не особо дёшево-то. Я, правда, её партию купила, но всё равно. Но её там смысл в том, что она вроде как шейкер, там типа шарик, который тушь перемешивает, и она не засыхает. Но у меня, в принципе, ни одна тушь ещё вообще не засыхала ни разу. У меня такого нет. Я вот достаю кисточку и сразу крашусь, при том, что я кисточку туда-сюда не макаю. Я не делаю так, чтобы туда попадал воздух, чтобы она смогла засохнуть. Вот. Ну, мне кажется, это главное правило нанесения туши. Нельзя кисточку вот так туда-сюда вот так вот делать, как раньше, знаете, в советские туши надо было вот так вот туда-сюда. Мне мама так красила себя, помню, в детстве. Вот так нельзя с новыми тушами ни в коем случае делать, иначе они засыхают. Поэтому я достаю кисточку. Вот я сейчас достала кисточку, накрасила два глаза одной кисточкой. То есть я даже не окунала её обратно второй раз. И вот у меня ресницы, ну, мне кажется, очень хорошо прокрашиваются этой тушью. И она красит очень быстро. Ну, смотрите, какие длиннющие вообще получаются. Ну, второй раз, скорее всего, я такой не возьму, потому что, ну, хочется ещё чего-нибудь попробовать. Я как с шампунями. У меня шампунь каждый раз новый, и это уже у меня каждый раз новый. Я уговорила Сергея пойти меня сфотографировать. И вообще нас сфотографировать, потому что погода вообще отличная. Сюш, ты что, такой высокий в обуви, или мне кажется? Я всегда очень. Так, у нас есть вот такой вот фотоаппарат зеркальный. У него даже есть два объектива. Я его очень люблю, но он так долго стоял, аж запылился, нетронутый. В основном на него мы сейчас не снимаем, но хочу сейчас попросить Сергея на него меня пофоткать. Ой, такой клёвый. Вообще, Серёж, почему мы там в фотоаппарат не ходим? Это как классно. Давайте на лавку сядьте. Нет, вон там мы сядем на лавочке, на фоне снега, вон там, у нас снега. В фоне кусок. Помнишь, как ты раньше фотографировал на эти, на плёночные? А, раньше делал. Папа у нас всегда с детства фотографировал, любил фотографировать. Проявлял фотографию, помню, всегда. Потом мы рассматривали. В общем, мы это дело любим. Куда? Меня папа приучил фотографировать. Куда? Мы пошли. В то время работы. Если бы раньше были... Когда были плёночные камеры. Если бы видеокамеры были бы, папа, наверное, был бы блогером, мне кажется. Если бы в интернате понимал. Папа, когда купил телефон первый, он сразу на телефон начал всё снимать, у него память сразу закончилась. И мы потом купили папе компьютер. Но потом на компьютере память тоже закончилась. Жалко, это всё растает, конечно. Вот уже начинает таять. Мы тут обложку делаем для видео. Сергеем вышли пофоткаться. Обложку будем делать сейчас для его видео. Классно. А у нас на деревьях уже почки собирались распускаться. А вот теперь снег такой пошёл огромный. Вообще, такая красота. Я налюбоваться не могу. Всё, я пошла в садик договор подписывать. И каждому кустику радуюсь. Ой, так не хочется, чтобы это всё таяло. Да красиво же всё. Настоящая зима. Всё, заявление я написала, всё отдала там, что нужно было. И пока писала заявление, слышу, там у Миши в группе одна девочка лежит и кашляет, кашляет. Прям без остановки кашляет. Такая бедная малышка. Ну, прям ей бы сейчас какого-нибудь зодока или, не знаю, спрости на того же, чтобы ей хотя бы легче стало. И не может остановиться. Ну, водит всё-таки детей с кашлем водит и с насморком водит в сад. Ну, это у нас так всегда было в садике. Есть родители, которые не могут просто ребёнка оставить дома и всегда приводят, пока там больничные не могут на работе взять или ещё куда-то нужно. В общем, бывают такие ситуации. Ой, смотрю, опять вышла, смотрю, опять любуюсь на эту красоту вокруг. Жалко, конечно, то, что Никита с нами на фотографиях сейчас не был. Я думаю, если его пораньше сегодня с садика забрать, то можно выйти ещё и с ним пофотографироваться. Я прям сейчас, наверное, у этого кустика сфотографируюсь, как в зимнем лесу. Зашла в магазин за цикорием. Вчера ходила в магазин, и от цикори всё-таки забыла взять. Сегодня с утра опять ничего было пить. В итоге вот сейчас отдельно зашла именно за цикорием. Короче, я приехала в Девский мир, хочу взять вот такие вот типа санки для Стёпки, чтобы он в них смог спать. И дедушке было удобно возить, и мне будет удобно возить. У нас на таких же колёсиках обычные санки. Вот так вот они катаются удобно. И сейчас тут отличная распродажа. По Кибер, она, по-моему, ещё даже дешевле, 1300, что 1999. А может такие. Я тут зашла в верхнюю одежду, он засмотрелся. Я, наверное, вот такой ещё костюм сейчас Стёпке возьму. Потому что в том, в котором он ходит, сейчас уже ноги задираются. Когда на руки его берёшь, прям ножки задираются очень сильно. А тут распродажа, и такой симпатичный. Не знаю, только какой цвет взять. Вот такой вот серенький или синенький, поярче. Ой, выбирать. Сложный выбор теперь предстоит мне. Мы с Никитой идём на дзидо. А Никита говорит, мама, смотри, там как в сказке про морозка. У Никита застрял. Пойдём. Подходим. Так, в общем, я купила вот такой вот комбинезончик. Это размер идёт 92. Я вам скажу, что, возможно, они маломешки. Потому что, судя по Стёпе, Стёп у нас сейчас размер 86. Ему он как раз, ну, чуть-чуть рукава ему длинноватая. То есть рукава можно завернуть. А снизу он практически как раз даже. Так что нормальный комбинезон. Может быть, хватит на следующий год. Не знаю, может быть, только на этот. Но мне он очень нравится. Я его взяла сейчас по скидке за 1399 рублей. Цена отличная, приятная. Он непромокаемый. Я сначала отзывы, естественно, все посмотрела. Комбинезон непромокаемый. Мне нравится. Отличная покупка. И вот такая вот коляска. Стёпе она понравилась. Стёпка уже пытается в неё залезть. Давай, я тебя посажу. Давай, опа. Опа. Вот так, да? Вот такая вот коляса. Миш, не надо там тропить. Вот такая вот коляска. Здесь есть чехол вот такой вот на ножке. Очень такой большой. Туда и с ботинками. Достёп, по месяц ему тут понравилось. Полозья вот такие вот. И с колесиками они. У нас точно такие же санки. Очень удобно. Мне нравится. С санками так было есть. Но у санок нет капюшона, которые здесь есть. Поэтому Стёпа сможет спать здесь. Здесь три положения спинки. Вот такое вот окошко. Мне нравится очень. Коляска отличная. Всё тут закрыто. Всё герметично. И цвет мне очень нравится. Такой вроде бирюзовый. Симпатичный. Поедешь ты завтра так? Поедешь, да, с дедушкой? Так спать будешь. Будешь бай-бай. В новом комбинезончике и на новой колясочке. Да. Вот так. Я думаю, на ножки я ему не буду завтра ничего давать. Потому что он не любит вообще обычно одеяло на ногах. И он всегда их скидывает. И пока не скинет, будет её пинать до последнего. Да? Я думаю, нам этой коляски хватит ещё и на следующий год. Потому что в следующем году Стёпе будет только два годика. Я думаю, он в следующем году сможет мне в ней покататься. Всё легко вот отстёгивается. Да? Вышел? Пойдём, Стёп, купаться. Вечер на дворе. Пойдём, бай-бай. Ты чё делаешь так? Зачем ты так вылезаешь? Пойдём, бай-бай. Ой, бай-бай. Купаться пойдём. Пошли? Где ванная? Пойдём, провожай меня в ванную. Где у нас ванная? Раздевайся, давай, сам раздевайся. Растёгивайся. Стёпа вот сам раздевается. Он у нас это умеет. Да, вот так мы снимаем с себя всё. Снимай, снимай, давай, по-моему. Давай. Вот, молодец. Давай, и носочки, и подгузничек тоже снимай. А ты сядь, удобнее будет снимать. Да, молодец. Носочки Стёпа снимает. И подгузничек сам снимет. Вот, молодец. У нас сегодня жаркий вечер. Дети все спят. А мы с Сергеем в этот момент, в общем, началось всё с того, что я уронила с холодильника бумажку, на которой наклейки от магнита, уронила между холодильником и тумбочкой. А там невозможно достать. Я говорю, Серёж, ну давай подвинь в холодильник. Мы достанем оттуда. Там у меня ещё трубочка упала, ложка упала. Надо всё, в общем, доставать как-нибудь. И он отодвинул холодильник. Я заглянула за холодильник, а там столько уже накопилось всякой паутины, пыли, полы. Вот нужно уже помыть под холодильником. И, в общем, у меня сегодня вечер уборки. У нас вот так вот выдвинутся сейчас на середину кухни-холодильник. Я там уже в том углу... Он у нас, кстати, обоев куска нет. В том углу уже и обои вымыла, и полы вон там все помыла. И здесь ещё плиту начала мыть. Плиту всё разобрали. Знаете, что у нас случилось? У нас, в общем, вот тут, где край плиты... Смотрите, идёт вот так вот плита. И вот тут между плитой и столешницей была такая резина специальная. Она начала портиться. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, от влаги, может быть, от чего-то. И, в общем, я решила её сейчас всю удалить. А, порезалась, представляете, только что. Потому что она вот так вот, смотрите, жесть какая-то. Видите, всё? Жесть моим пальцем, по-моему. В общем, эта резина вот такая вот становится. Она грязная, к ней всё прилипает, туда всё забивается. Вот это вот сейчас надо всё удалить, будет противную штуку. И это всё положить, а потом заменить чем-нибудь на другую какую-то изоляцию здесь. Потому что это вообще кошмар. Я, кстати, пользуюсь вот такой вот губкой. Очень мне нравится эта губка. Это из Greenway губка. Оттирает всё на свете. Вот видите, чёрный. Это я сейчас мыла здесь в холодильник. Мыла вон там, вон, оттирала внизу стену. В общем, оттирает очень классно. А белый я нанесла... А вот это вот белый, это я нанесла пасту специально. Идеально для кухни, для отмывания различных холодильников, различных микроволновок. В общем, всё отлично отмывает. Я ей очень люблю пользоваться. Но вот она для ультра-сильных загрязнений. То есть то, что просто так не оттирается, не отмывается. Всё остальное я мою обычной трапкой для посуды. Тоже Грюновоевской трапкой для посуды. Она тоже отлично всё отмывает. А здесь вот просто присохшие... Это просто присохшие капли, которые невозможно отмыть. Вот так вот тумбочка стояла. Представляете, всё капало и вот всё засыхало. Сейчас вот это я буду оттирать. Оттирается очень легко. С помощью вот этой вот штуки всё прям отлично вот сходит. Ну, в общем, я один раз протираю и всё быстро-быстро удаляю. Я уже все губки попробовала. Мне кажется, они для машины и всякие вот такие вот необычные. Я для себя выбрала фаворитов, которые вот я точно буду использовать всегда, которые мне очень нравятся. Для себя выбрала те, которые, я считаю, не нужная трата денег, потому что вроде они как есть, но они все губки взаимозаменяемы. То есть есть вот такая губка, есть вот я другую вам показывала, знаете, с такими точками. Они одной функции. То есть я считаю, ту губку вообще можно, салфетку можно не брать, когда есть вот эта. Ну, то есть такие вот вещи. Я для себя сделала выводы определённые. Если хотите что-то попробовать, вы мне можете написать. И я могу рассказать, как это купить, где купить. Или даже Сергей может написать, он тоже может рассказать, как купить, где купить, как зарегистрироваться, если вы хотите купить, или вообще где в вашем городе, это можно всё приобрести. Все вот эти масляные пятна, которые попадают на холодильник, если они там стекать начинают, то это вообще потом невозможно оттереть. Вот это вот просто идеальное средство. И без химии это можно хоть облизать. Сейчас этот холодильник после этого средства. И ты не отравишься. Там, где есть маленькие дети, это очень актуально. То есть так, если у вас детей-то нет, вам в принципе вот эти салфетки не нужны, если вы там не особо паритесь, а по поводу химии, или наоборот любите химию вымыть, и что всё это наоборот обеззарадится, так что вам париться не надо, вы можете взять какой-нибудь санитол, всё это запшикать, через 5 минут всё будет сиять. Но с маленькими детьми всё-таки опасно. Я вот санитолом, когда кастрюлю оттирала дедушке, я запшикала её только тогда, когда детей вообще в квартире не было, и потом всё это помыла, всё это убрала. Я всё-таки боюсь при детях использовать вот такую прям ядерную семью. А вот это вот я не боюсь использовать. Её можно и жевать, и ничего с ней не будет, и с ребёнком тоже. Всё, короче, я прям захвалила, да, эту губку, но можете воспринимать, это как реклама, реклама, да, меня там в Сирке нашёл, бизнес, мини-бизнес, я не знаю, как это, сложно назвать бизнесом, мы особо-то сейчас ничего на нём не зарабатываем, мы вот чисто для себя покупаем, и подружки, которые это заехают, с глупы у нас заказывают, там что-то мои знакомые, мы для них покупаем. То есть дохода практически сейчас нет с этого. Но губки я всё равно очень хвалю, очень классные. А хотелось бы, чтобы это ещё приносило доход. Так что, если вы хотите зарабатывать, то можете нам писать, мы расскажем, как это, как можно заработать с помощью этих губок, с помощью этих салфеток. Но для того, чтобы реально заработать какие-то большие деньги, да, там от 20 тысяч в месяц, то для этого реально нужно работать. То есть вы не так, как вам там пишут, да, у вас уйдёт полчаса в день, и вы будете получать миллионы. Нет, это не так. То есть если вы хотите работать, реально заработать деньги, то вам нужно будет постараться, это минимум три часа в день, я могу так сказать. У меня просто сейчас такого времени свободного нет. Если у вас есть три часа в день, там, поработать в интернете, то вы, в принципе, можете на этом хорошо заработать. Так что если есть у кого-то такая возможность, если вы хотите на этом вот всяком зарабатывать, то welcome, пишите обязательно. Сделала рекламу сама себе. Я ежедневно ещё пользуюсь салфеткой для мытья посуды. Я прям без неё в жизни своей уже больше не представляю. Идеальная вообще вещь. Одна из самых дешёвых вещей в компании, но просто вот без неё вообще никуда. И для мытья стёкол и зеркал. Вообще очень классная салфетка. Я тоже много раз уже показывала. Такая оранжевого цвета. Очень нужная вещь. Просто с первого раза зеркала вымывает и высыхает. Вообще никаких разворов не остаётся. Идеальная штука. Вот. Это три вещи, которые, мне кажется, у всех должны быть. Диск инвольвер для посуды и для стекла. Вроде всё. Ну, можно ещё вот пасту взять. Но, в принципе, вместо пасты, скажу вам по секрету, можно использовать соду. Но с пастой мне больше нравится, чем с содой. Сода ещё немножко царапает, пасту не царапает. Ну, в общем, такие вот дела. На этом, думаю, гол закончен. Потом мы холодильник ещё на место поставим. Но я, думаю, уже снимать это не буду. Сейчас пока буду это всё вытирать до конца. Всё. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok